Прекрати такие слова говорить. У меня письма подшиты от нее. Мелким бисерным почерком. Она любит Бога. Она любит Бога, а ее не допустили. А Ян Златоуз говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за нее. Ибо за нее умер Христос. И Павел говорит об этом. Не буду есть мясо и вина вовек, чтобы не соблазнить кого. А кого соблазнять? Священника пьяного поднимают, в одно место ведут. Газеты печатают. Священник пьяный задавил на машине двух человек. Это все в газетах. В газетах. Теперь приезжаем в Молдавию. А в Молдавию они перекрашивают машины, останавливают и грабят людей. И во главе мафиозной группы стоит священник. И все это в газетах, все напечатано. Теперь уже на скамье подсудимых. Как это? Как могло дойти до этого? А могло быть не так? Конечно могло. Но если бы любили Господа, мыслей не было бы. Я беру уже такие срочные. Ну вы же берете такие острые моменты, какие-то исключительно. А они острые. Это же не характерно. Не острые. Это же не характерно, чтобы священник могла. Не характерно. Теперь расскажешь, что характерно. Вот то, что уходят люди в храм и люди не знают ничего. Вот это характерно. Это характерно. Вот выступает патриарх Кирилл. Я на патриархе Кирилла ответ даю. Привезли. Патриарх Кирилл говорит. Привезли поезд Пресвятой Богородицы. Так, тут было сколько? Полтора месяца. Три с половиной миллиона пришло. Это свидетельство глубокой веры православных. Я не поверил даже. Неужели патриарх? Это говорит о глубоком неверии. В первую очередь, никто не знает, что это поезд Богородицы. Ни одного процента нет уверенности. А во-вторых, стояли по восемнадцать часов. Зачем стояли? Так это Евангелие, считайте. Ну, поезд Богородицы. Богородица поведал, чтобы ее поезд теперь стоял, выставляли и стояли там в очередях, давили друг друга. Это язычество. Самое настоящее. И вот мощи привозят, распиливают, показывают отпиленные ноги. Вот так вот, у мертвого. И теперь митрополит стоит их, обмывает. И рядом епископы стоят. Сектанты весь эфир наполнили. Трупы поклонники. Я ничего не могу ответить. Писание говорит, определенно, прах ты и в прах возвратишься. Все. На все времена. И умер Степан, и благоговейные люди похоронили его уже в Новом Завете. И вот везде отпилить надо, а у меня дома много мощей. Изычество. А вот, когда воевали дикари, он того убил. А значит, тот храбрый воин, у него сердце разрезал саду, вынул и съел. Его храбрость перешла в меня. Это православие сегодняшнее. Мощь в мощах. Вот мы ездили, а были, а мы поклонились. Ну, Даш, это что, Евангелия-то не было. О чем мы рассуждали? А вот дорогой ехали. Я говорю, апостолы постились. Но батюшка сказал, что паломники не постятся. Паломники не постятся? А почему? Да это в Коране написано у мусульман. Все перетащили на свой живот. У мусульман написано это. Я ему говорю, сура, пятая, двадцатая аят. Я специально, у меня том, я весь Коран разбираю по сурам и аятам в сравнении с Библией. То есть этого материала и за 1300 лет, что сказали мусульмане, и о них все помещено. Евреи у меня проявили в три тома. Что за 3600 лет было сказано и талмуд, 12 томов разбираю в сравнении с Библией. Таких материалов вообще нигде нет. А отдельный том у меня, это беседа моей с Александром Менем. Их нигде нет. Почему? В частном доме с ним беседуем. На магитофон записано, а теперь перепечатано. А как вы относитесь к Александру Меню? Мученик. А когда мы беседуем, вот теперь мои, которые беседы на аудио пропустили по радио. И Люба не говорит, да как вы можете спорить с батюшкой? Я могу. Я могу, я один только могу, а вы не можете. Почему? Я с живым разговариваю. А вы мертвого поносите. Я живому это говорю и предлагаю сжечь его книги, где ересь у него, там написано. Я ему предлагаю. И мы разговариваем на равных. Сегодня к этим материалам обращаются люди. Я у него исповедовался, причащался. Но есть моменты, вот он верил, что человек путем авиационного развития возник и прочее. Но это ересь. Мы этого не можем принимать никак. Далее он различий не делал. Там баптисты. Пускай каждый спадал. Как баптисты? У них нет. Ну это Бог рассудит. Я вопросы самые такие задавал ему, которые трогали. Он считал, что когда проходили через Черное море, вот из Египта выходили евреи, что там вот когда раступилась вода, что это силы природы были, что это не было чудо. Ну и такое подобное. И что в пищи, которые были, я говорю, батюшка, это реально было. Ну тут надо понимать, он очень умный энциклопедист был. Но на этих вопросах, а я вам подписывался, Феликс Светов, было у него, Александр Мень, по тремя именами у него выходили книги за рубежом. И из этих книг я ему материалы представил. Тут же сидела моя сестра, я говорю, ваши книги считаю, а у меня зять ушел совсем от веры. Да что вы, как? Да так? Вы доказали ему? Доказали из ваших книг? Я этого не хотел, ну как не хотел? Вы прямо говорите, что человек, творение, это не разовый акт. И спасение возможно везде, и баптисты, и адвентисты, и прочее. Церковь так не учит. Церковь признает ересь. А что такое ересь? Ну это тоже надо. То есть, я понимаю, священники сегодня сейчас в семинаре Академии, а для чего? Чтобы уметь защитить любое беззаконие, оправдать, больше не для чего. Защитить любое беззаконие в церкви. Вот так, икона большая, выходит Лазарь из могилы, и руки раскинул, приветствует. Я говорю, где вы видели? Написано, вышел связанный, Христос говорит, развяжите его. А он руки раскинул. Да как, священник, а что там написано? Да, конечно, написано. Христос с самарянкой беседует, колодец, и рядом краник, и с краника подать еще. Написано, колодец глубокий. Ну, откуда краник-то? Прихожу завтра, священник, все это замазали. Они не знают Писания совершенно. Ну какой краник-то? Его не было кранов тогда еще. Осовременил. Это не где-то в Попровском соборе у нас в Барнауле. Я рассказываю не то, что по наслышке, а я это все видел. Я священнику показываю, вот это, как Лазарь выходит, и там воскресенье, и там все это перепутано с Вознесением. Я говорю, что вы делаете? Он говорит, тут ведро краски не хватает, заново замазать. Тут пьяные у меня художники были, нарисовали, все попало. Идем. Она ужасная. И мы это видим и стараемся поставить на истинный евангельский путь. Идем. За стол. За стол.